Кулак и она в два раза больше, если не в три. Их налицо, потому что их слизь, там что-то мега полез. Что, нам завести такого дружка? Привез Леру на заработки. Да. Ура! Всем привет! Недавно мы ездили в Россию, в Пермь. Это две тысячи километров от нас, от Харикова. Ездили мы на свадьбу к моей твою родной сестренке. Хочу с вами поделиться нашим путешествием. Мы в московском метро. Мы доехали с Харькова до Белгорода, с Белгорода до Москвы. И сейчас пересаживаемся с Москвы в Пермь. У меня сейчас в метро заживало мой чемодан. Пришлось его доставать, как второго беспилотника, который не прошел зайцем за мной. А мы переместились в сосновый, в хвойный лес. Здесь недалеко мы проехали большой камень, который сделали такой символ, как памятник. И все молодожены, как символ любви, на свадьбы приезжали разбивать бутылку шампанского. На счастье. И примерно уже после сотой бутылочки все было настолько в осколках. Ну, в осколках любви, насколько вы понимаете. Уже не подойти и не подъехать. Поэтому традиция эта не прижилась. А тут у нас, опа, что это у нас такое? Это у нас поганочка, да? Поганочка, несъедобная. Если есть грибники, поправляйте меня в комментариях. Это мы шалим с грибочками дождевики, они когда переспевшие уже. На них если наступаешь, то вот такое вот вылетает облако. На самом деле они так размножаются, поэтому это мы ходим осеменяем, помогаем. Помогаем грибочкам размножаться. А в этом лесу я не шучу, здесь есть и медведи, и волки, и лоси, лоси, лосечки, лосюшечки. Короче, куча живности. Как елочка новогодняя украшена, просто отдельная веточка растет, и вот так вот все такое, оп, голубика, 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 столько ягодок. Узнаем, голубика или волчья ягода, да? Не знаю, кисленькая. Кисленькая, похоже, нет? Прикольно, прикольно, прикольно. Поэтому она такая дорогая, потому что ее вот так вот собрать. Малину еще хуже собирать, она в этих колючках. Ну все, с этими ягодками здесь жить можно. Эх, на самом деле-то привез Леру на заработки, не донатите вы нам совсем, пришлось вот голубику по полям, по лесам собирать, зарабатываем. Вкусненько? Да. Кто тоже хочет, надо срочно поставить лайк, если хотите голубику попробовать, чтобы вам лично доставил. Лайк, лайк на это видео. Ммм, 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 вкуснотища-то какая. Прикольно, прикольно. Прям вот такая у меня с природой экоидиллия, эко-завтрак. Прямо с кустикой можно кушать. Прикольно. А ну, покажи язык. Да. И пальчики. Эх, ко всему красивому и вкусному руки-то ручища тянутся, а не подумал, я ведь сначала грибочки трогал. Сколько у меня минут осталось записывать видео, а, ребят? Оцените, какой мох мягкий. Оп, как проваливается. Вот такое бы вот из моха покрытие сделать у себя по всему двору. Вот это наслаждение. Прикольно. Блин, вам видно, как оно глубоко проваливается? Прикольно. О, и для гриболовов даже есть боровая. Это съедобные, съедобные грибочки, ребятушки. А вот сыроежка тоже съедобный. Эть. А бабовик, он же подберезовик. Сейчас встретили людей, у них целые корзинки грибов, белых грибов. Думаю, сейчас подойду снять, но они увидели, что мы на них смотрим. Сразу корзиночки прячут, походу чувствуют, что что-то незаконное делают. Здравствуйте, как вас зовут? Посмотрите, какого размера эти деликатесы. Кулак, и она в два раза больше, если не в три. Пахнет свеженько. Я думал, от улиточек есть запашок, а оно нет. И вы ж в курсе, это в дорогих салонах их налицо, потому что их слизь там что-то мега полезное и омолаживает кожу. Юль, спрячешь ее? Как зовут? Белка. Белка? Прикольно. Холодный. Не только по красивым лесам мы гуляли, но, конечно же, собственно, и попали на кайфовейшую свадьбу. Вот прям все было круто. Локация, жених и невеста, настроение. Почувствуйте эту энергию этого праздника. Ура! Прикольно. Мастерица, откроешь свой кружок хендмейт. И это-то вся красота еще без главных украшений. В смысле, без Юльчика и Ильи. А следующие кадры Майк смотрит влюбленными глазами, потому что мы попали к маломутичке. К девочке-маломутику. К маломутику девочки в гости нас пригласили. Это что за красота такая? Что за красота? Какая разговорчивая. Не ревнуешь? Не, не хочу. Конечно, она не ревнует. Ой, холеса. Ой, холеса. Ну все, Майк посмотрит видео и влюбится. Довольная улыбака, да? Довольная улыбака. И теперь легким движением руки возле носа. Оп. Сидеть. Молодец. Ой, ты холеса. Холеса девочка. Нельзя. Так ты эту сольщую семью продам. Нельзя. Давайте за вас. Сейчас. Моет. Ну а как же, конечно же, мы должны попасть в зоопарк. В зоопарк полноценный, Лекси мы не доехали, но попали в такой мини-зоо-уголок. Ты смотри, как на тебя петухи набежали. Смотри, чтоб не подрались. Понимают. А лапены какие, а? А ты тут что, блатняковая, да? Блатняковая, не в клетке. Следишь за всеми, контролируешь. А зевает, кто это зевает. Все, извините, что разбудили. Спите, спите. Тоже что-то рассказывает, рассказывает. Что нам, занести такого дружка? Будет тоже на поводке гулять, на цепи, да, с нами. Ну что, ты хрюкаешь, хочешь? Нет, не хочешь к нам в команду? Рассказывает что-то, рассказывает, говорит. Вам слышно, как он разговаривает? Ай, ты красавчик. Вам слышно, как она пищит? Кто-то у нас тут релаксует. И наш экскурсовод. Веди, веди, показывай, показывай. Кого идем дальше смотреть? Ну пошли, пошли. Майк и Рокки, а, и Лекси, всем привет передаем. И они вам передавали, да. И они вам передавали. Ты пришла с ними... Что ты им ответишь? Явно кто-то просит, чтобы его выпустили отсюда. Мало места, да? Мало тебе тут места. Даже показываешь, перекусил бы эту клетку. Вот так вот в окошко обиделся, спрятался, хороший. Такие глазеночки грустные. Грустные-грустные глазеночки. Но выпустить не могу. Вот так вот. Мы открылись, а мы к вам пришли. Как прикольно, как будто веточки воткнули в дерево. Просто веточка и такая зелененькая со ствола. Хоп, и растет. Эть, какие шишечки красивые. Ммм, вообще зелененькие, свеженькие. Круто. А ведь это, к всеобщему удивлению, не елка и не сосна. Это лиственница, такая нежная-нежная. Это даже не иголочки, ну, листики очень нежные. И это дерево считается одним из самых твердых. С годами оно прям в камень превращается. Одно из самых таких дебелых стволов. Очень, очень твердые. На что, похоже на поганки или на опята? Оп, капелька капнула. Это кормушка для белок. Позаглядываем. Че у нас тут? И на сказочную аллею попали. Кому-то в гости. Действительно сказочный вид. Посреди таких огромнейших деревьев, просторного леса. Такие избушечки. С бабулями, добрый день. Именно в сказочном, в сказочном лесу мы оказались. А еще у нас есть, Лекси правильно говорит, второй канал «Сказки от Хаски». Обязательно перейдите, ссылочка в описании. Оцените сказки, которые Майк, Рокки и Лекси читают для вас. Подпишитесь на наш второй канал. Да, ссылочка в описании. Залетели быстро, подписались, потом все оцените. Мост «Удача». Задом наперед пройдешь и удачу привлечешь. Только громко говори. Все плохое позади, а удача впереди. Знак. С велосипеда на дерево залазить нельзя. Поэтому все белочки велики тут сбрасывают и дальше уже в свой путь. И вот такая приятная зелененькая локация у нас тут. Прям в джунглях. Опа! Да, приехали в Порт Кама, и кто бы мог подумать, что в такой локации может скрываться такое крутое местечко. Посмотрим. Ребят, я надеюсь, что каждый знает, что он просто обязан сделать. Ставьте лайк, поставьте лайк на это видео и поделиться со всеми своими друзьями в разных соцсетях. Если не подписаны, подписаться и проверить, нажали ли вы на колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. Ведь скоро выйдет новый видос, крутой видос. И прям вау! Короче, стоит подписаться и нажать на колокольчик. Тут даже водная горка есть, только что-то я не понял, как она работает. Где вода? Такими маленькими писюличками она не наполнится. Или это, чтобы задницу себе конкретно прочухать, вот так вот по резиночке сам ползешь, ножками отталкиваешься, ну и вроде водичка брызгает. Ну, то есть ощущение горки у тебя точно есть. До конца, когда жопу дотрешь, ты уже, собственно, весь мокренький, поэтому засчитываем. Здесь у нас проходит второй день празднования свадьбы. И несмотря на эту облачную погоду, сегодня очень жарко, 28 градусов. Я реально оделся совсем не по теме, мне реально сейчас очень жарко. Только хотел сказать, что нету солнца, но все равно крутое настроение. Так еще и солнышко вышло вдобавочку, вообще песня. Ребят, до меня дошло, мы же в Перми, Сибирь, Урал. Это вообще-то для зимы, чтобы льдом, льдом покрылась вся горка. Ледяная, зимняя горка, а не водная. Кстати, именно в Перми я провел самую первую сходку с подписчиками в нашей жизни. Готовы? Погнали! И нахожусь я в город Пермь, страна России. Продолжение следует... Ребяткам. Спасибо большое. Спасибо. Кому первому вручить майку, Рокки, Лексик? Это мой Рокки. Рокки он такой, он жадный, он потом никому не отдаст. Кому первому? Получай, получай свой приз. Я же предупреждал, что Рокки жадный парень. Все вот так вот, все твое, твое, да? Твой подарочек тебе, смотрите, какой он довольный. С самого утра уже уезжаем. Да, мы уже завтра в путь, завтра в Москву и... Рано сейчас в Украину выпускает? Что-что? Рано сейчас в Украину выпускает же? Это вообще не было проблем. А? И не в пуск... Ну, в плане... И не на выезд, и не на въезд не было проблем. А какую они вы в камеру сгрызли? Четвертую Гопрошечку они сгрызли. Я сразу же на следующий день купил вот эту седьмую. А что это стоит? Вот это за... В рублях примерно 36 тысяч рублей. Что-что? Нет. Подписчик подарил он другую камеру. Гопрошечку я тут починил. Теперь у меня три экшн-камеры. Поэтому для каких-нибудь скрытых камер будет то оно. Надо ли пишите, или как она? Соник крутая будет, которая следующая выйдет. Сейчас все равно Гопрошка седьмая круче. В Соньке лучше только звук. Сонька реально звук лучше пишет. А так все равно изображение лучше в седьмой. А вот следующую, которую выпустит Сонька, я думаю, она будет круче вот этой. Ну, приятно смотреть. Ну и плюс мне пока этой удобно так вот в пальце, плюс круче аксессуаров. А сколько? Сколько качеств? 4К. 4К. Я только на компе могу смотреть 4К, а на планшете нет. Максимум на телефоне мог... Да сейчас кто-нибудь еще смотрит 4К? Нет. Я смотрю 720. Нет, я надеюсь, на планшете смотрю 1080. Ну, вот и я 1080, поэтому я даже как-то и беспонтово снимать в 4К. Но думаю, через пару лет... Нет, у меня на компе я поддерживаю. Нет. Нет, ну поддерживай. Теперь же я как-то стрелы не буду. Спасибо огромное, что все пришли, мне прям очень приятно. Это моя первая сходочка. Я думал, что реально никто не придет, потому что за пару дней думаю, ну сообщу, коль пишут. Тем более дожди, погода, думаю, мало ли кто. Ну, очень прям очень-очень приятно. Я сразу бы увидел, потому что сегодня придался сразу сюда. Круто. Да, очень круто. А откуда с юга? Ну, получается, с Сочи. С Сочи? Да. Круто, круто. Ура! Спасибо. Мы думаем, скоро будем еще у вас в городе. И... Когда вы устраиваете? Конечно. Отдельный респект. Самый наш всезнающий подписчик. И отдельный респектосик Роме Калимулина. У тебя крутой кент. Майк, Рокки, Лекси, привет! Какие мои колеса? Какие мои колеса? Ай, да, да, да. Ай, мои колеса, колеса. Спустя две секунды вот этот самец в истерике выбил у меня камеру. И почему-то съемка оборвалась. Не сохранилась, обрезалась. Все наше встречание практически. Вот такая была истерика у этого малыша. А так вот был доволен видеть. Прям разбил камеру. Разбили камеру жуки. Олеса моя. Олеса моя. Олеса моя. Олеса моя. Это из кемики. Ой, ты моя.